Российские войска, применяя весь арсенал имеющегося у них вооружения, пытались вытеснить силы обороны Украины из части территории Курской области. Но ВСУ продолжают удерживать свои позиции. Говорил с главкомом Сырским. Доклад по всем направлениям. На передовой и нашей Курской операции. Относительно Курской операции были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи. Российские военные блогеры утверждают, что российская армия якобы добилась успеха вблизи сразу нескольких населенных пунктов Курской области. Однако в Американском институте изучения войны сообщили, что не могут подтвердить эти заявления. Позже в Украинском центре противодействия дезинформации отметили, что ВСУ сорвали российский замысел. Кроме того, во время штурма противник понес значительные потери. Силы обороны Украины проводят стабилизационные действия в регионе. То, что сейчас там происходит, это постоянное динамическое изменение обстановки. Ситуация трудная, сложная. Там ведутся действительно тяжелые сражения с использованием авиации врага. Учитывая местность, непосредственно в Курской области, это преимущественно леса с отдельными дорогами и узлами, за которые пытаются зацепиться силы. Динамика характеризуется определенными пехотными боями. Противник использует значительное количество техники, которая, опять же, едет по известным маршрутам и, соответственно, выбивается. Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБУ Украины. В эфире радио «Новое время». Сейчас с нашей стороны действия, которые происходят там, силы обороны Украины, можно охарактеризовать как активная мобильная оборона. Это сложный вид деятельности, потому что строить там нет времени. Что-то делается, конечно, по фортификациям, по минированию, по всего, что возможно с точки зрения обороны делается. Но это достаточно мобильное, то есть надо перемещаться. А слово и термин «активный» говорят о том, что это не значит, что там глухая оборона. Это значит, где считается нужным и возможное есть, то проводить активные и наступательные действия с нашей стороны. Впервые российская армия попыталась выбить украинцев из Курской области в десятых числах сентября. Но добилась лишь незначительных успехов. Причина, по всей видимости, в том, что украинские военные совершили оборонительные контрудары, а также прорвали границу в еще двух местах. В последние дни армия страны-агрессоров вновь активизировала контратаки. В Москве понимают, если не вытеснить ВСУ границы в ближайшее время, то украинцы, вероятно, будут контролировать часть Курской области всю зиму. Плохие погодные условия осенью 2024 года и в начале зимы 2024-2025 годов будут способствовать позиционным боям в Курской области и дадут украинским войскам больше времени, чтобы укрепить существующие позиции. Российские силы могут предвидеть, что окно возможностей для ликвидации украинского вторжения в Курскую область закрывается с текущим уровнем живой силы и материальных средств, которые российские военные выделили для этих усилий. Из отчета Института изучения войны. Россия перебросила с других участков фронта в Курскую область около 50 тысяч военных и тем самым ослабила свои группировки в Запорожской, Херсонской и Донецкой областях, сообщил главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский. От 30 до 50 тысяч такое количество личного состава называли военные аналитики, говоря о нуждах России, чтобы остановить продвижение ВСУ. Но для того, чтобы вытеснить украинцев из Курской области, российскому командованию необходимо задействовать значительно большие резервы, которых у федерации нет. Валерия Никипелова для телеканала Freedom.